Одесская область, Ведёпольский район, село Сухой Лиман. Последняя сессия перед выборами 24 декабря, после которых уже не будет простого села Сухой Лиман, а будет объединенная громада с поселком Таирово. На повестке дня было много вопросов, останавливаться на которых не будем. Главное происходило после сессии. Некоторые члены громады пришли высказать свои претензии голове, чьи полномочия заканчиваются после выборов. Начали высказывать претензии за неправильный, по их мнению, дележный миль, продолжили возмущением по распределению так называемых уренгойских домов и закончили претензиями невозвращенных долгов. Свои некоторые соображения по обвинениям в заказном убийстве даже высказал Алексей Белевец. В общем, многое сказано, не буду комментировать, даем как есть. Я в свое время рекомендовал на пост на должность председателя сельского совета под Стилюка Александра... Я говорю микрофон. Это его дело. Это первое. Второе. Я присутствовал и был как бы наставником при проведении всех первых заседаний сессий и так далее. Сегодня, вероятно, последняя сессия. И мне захотелось просто на этой сессии побывать опять под занавес. Ну и, собственно говоря, высказать пару слов. А все сводится к следующему. В селе очень много разговоров по поводу дележа земли, по поводу уренгойских домов. И ко мне обращаются часто. Вот вы, Анатолий Яковлевич, рекомендовали, вот ты, то, другое, третье. Как вы это оцениваете, как вы к этому относитесь и так далее. Что я по этому поводу могу сказать, когда я практически не участвую в этих всех заседаниях, сессиях, дележах и так далее. Но, тем не менее, у меня как-то на душе не совсем спокойно. Спокойно, почему на душе не совсем спокойно? Потому что, когда говорят, что, предположим, бартер процветает, раздают землю за предполагаемое приобретение техники. Когда говорят, что многие из семей депутатов получили по три участка. Когда говорят, что за получение участков многие платят по тысячу и так далее, долларов. Вот, много разговоров. Я не хочу эти разговоры обсуждать. Я не хочу, собственно говоря, и не могу на них ответить. Но, да, и по поводу Уренвойского массива. Все-таки, как бы то ни было, 101 участок в свое время и 101 дом – это очень большое богатство. По крайней мере, это богатство было равноценным строительству садика. Ну, сейчас вот бесследно исчезло с земли это достояние. Тем не менее, вот, оказывается, наши участки по улице Певденная, это я могу достоверно утверждать, на сегодняшний день получают из Харковской области. Вот каким образом может из районного центра Харковской области два однофамильца получить участки по улице Певденная? Для меня это совсем непонятно. Поэтому, поэтому я пришел к такому глубокому убеждению, после выборов, которые будут, и объединения в громаду, обратиться с письмом к новому руководству громады, к председателю, вот, о проведении аудита на те земли, которые были розданы от Сухом Лимане за последние годы. В том числе и по Уренгою. Очень много вопросов, по Уренгою особенно. Консультация с компетентными юристами, вот, говорит, что Уренгою подлежит возврату. Для этого есть все основания аресту, вот, и возврату, то есть возврату громаде. Вот по этому поводу я хотел сделать заявление, что после сессии, вот, мы, ну, часть жителей села Сухой Лиман обратиться, вот, с просьбой провести аудит. И таким образом ответить на вопросы. Я не хотел бы отвечать на те вопросы, которые мне задают. Пусть будет заключение аудита, справедливое, объективное. Ну, и, собственно говоря, все вопросы, которые возникают в селе, они решатся автоматически. Спасибо за внимание. Инвалид второй группы. Ребенок инвалид второй группы. Ты на инвалида не похож. Ты уже третью сессию срываешь, тут прыгаешь. И больше я, по сравнению с тобой, я больше, я больше, штаны не снимай. Я больше похож на инвалида, чем ты. Так как ты орешь, прибегаешь на четыре раза в сельсовет, то ты не есть инвалидом. Я вам, к примеру, вот с вами сидит рядышком заказчик убийства Селюкав. Завтра год. Он заказчик убийства. Заказчик убийства меня. Завтра год. Он в судат. Он в судат. Понимаете? Кого вы обвиняете? Зато заказал Селюкав, что его трое детей получило. Трое детей получило. И семь племянников родных. А вы спрашиваете, где участники? Александр Иванович. Я пришел услышать. Я на протяжении многих лет являлся возмертным спонсором села. Вы выделили мне... Здесь есть присутствующие люди, которые могут подтвердить. Я кричу громче. Вы громче меня не кричите. Вы тут напрехали людям. Нет. Вы людям в ответе. Подождите. Перед тессиям мне сказали, что... Вот я вам задала вопрос. Почему у нас перед Новым годом распадается наш сельский совет? Вы сказали, что у нас еще есть пайщики, которые были согласны выдать еще участки. И договоренность есть. Мы не успеваем по выборам. У нас выборы были... Один на двосик. Нет. Вы же ответили. Ты мне еще будешь командовать. Еще бы дали бы участники. Я не собираюсь с тобой разговаривать. Я спрашиваю, кто воняет, я спрашиваю. Ответь, пожалуйста, на камень. Кто воняет, я спрашиваю, кто воняет. Ответь на камень. Кто воняет, Анжела, мы не правы. Кто воняет, ответьте. Кто воняет, я не могу понять. Убери руки. Я вас не держу, но кто воняет? Бабушки, женщины, подожди. Скажи камеру, подожди. Алло! Посмотри, подожди. А что это вообще такое? Ты же не знаешь, зачем ты умеешь? Я же не знаю. Устроить балаган. Никто не разрешил. А на каком основании вы со мной это разговариваете? Потому что с тобой нельзя так делать. А как со мной надо разговаривать? Это выйдет. Вы заканчиваете свой путь, вы должны поставить точку нормально. Точку и поставим. Вы должником остались. Закройте этот вопрос, я повернулся и ушел. Я же к вам претензий. Как это? Как это вы не должны? Вы выделили участок, взяли за это бабки. Вы тут же участок забрали. Подождите. Кому? Мне. Под магазин. Под магазин. Вы взяли на две штуки баксов материала. Рассчитайтесь. Какие проблемы? Я не предел. Мне не надо ваш участок. Мне не надо ничего. Вы отдайте деньги. Это свидетельство. А как вы хотите? Ты только не ври перед камерой. Послушайте, у меня 150 свидетелей и есть документы. Причем тут... Причем? Кому отдай? Я вам предъявляю кредитовские обязательства. Руки убрали. Понимаете? Вот и все. Я повернулся и ушел. Я вам расскажу. Я обратился в 2010 году с просьбой выделения земли под коммерческую деятельность. Ну, первоначально было отказано по объективным каким-то причинам. По объективным каким-то причинам. Я с пониманием в 2012 году ко мне обратился председатель Александр Иванович. На предмет того, что всилили твое желание. Если хочешь, вопрос можно порешать. Ну, решить как бы... Положительно. Да, положительно. Единственное, что в той площади, в которой ты первоначально хотел, мы как бы выделить тебе не можем по определенным причинам. То есть мы будем там... Решили делать магазины, выделяем участки под магазины. Нет вопросов. Пожалуйста, можешь быть одним из тех людей, которые... Вот эти магазины... Можно посмотреть по окружной дороге. Они расположены... Ну, вот, когда поднимаешься от черноморцев вверх в сторону переезда. Вот. То есть, как бы... Я пришел сюда, написал заявление, как все люди. Было оговорено. Он приехал ко мне, он сразу сказал, но надо будет выступить спонсором села на сумму 2 тысячи долларов. Строительными материалами. Вопрос. Тебе устраивают? Да, меня устраивают. Какие проблемы? Прошел сессию. Прошел исполком. Пожалуйста. Он же ко мне приехал и говорит, ты что, это самое, уже все утвердили, все это самое. 19 апреля это было 13-го года. Все. Уже 20 апреля он у меня грузился стройматериалом. Есть масса свидетелей, есть накладные. Это же не то, что Юра пришел там... Да, я занимаюсь строительным материалом. Это же не то, что Юра пришел, навешал тут людям лапши и все. Потом получила и были известные события с памятником. Ему не понравилось, что я там принял участие. Давайте все перерешили. Тут подручные депутаты приняли соответствующее решение. Отменить решение выделения и все. Ну хорошо, не понравился я тебе. А вот люди его защищают. Вы же не знаете вопросы. Не понравился я тебе. Ради Бога. Я не в претензии. Но ты рассчитайся, верни то, что ты взял и все. И я повернулся и ушел. Я не претендую ни на участок под магазин, коль так сложилось. Я ни на что не претендую. Хотя вы все, вы все здесь. Я выступал на протяжении... С седьмого года здесь работаю. И с десятого года, как я переступил порог сельсовета, познакомился впервые с Александром Ивановичем. Ему почему-то понравился, он пристрастился. Он у меня набирал на 30, на 40, на 50 тысяч гривен на карандаш материалов. Но он же не возвращал. Я сказал там наверху, если вы внимательно слушали. Вот камера фиксирует. Я выступал возмездным спонсором. Возмездным спонсором. И ты в этот сельский совет еще ни разу не зашел без скандала и без кривиты. Послушайте, послушайте, послушайте. Вы подписывали те документы, которые вы подписывали и вас всех обсмеяли. Налоговая, ГСБ, МЧС, ГАИ, Инспенция по охране труда. Все вас обсмеяли, потому что вы липу на меня писали. Вы все сговорились, вступили в коррупционный и преступный город и оклеветали меня. Что вы? Вас три человека. Вы аферистов три человека. Я громада села. Я владею участками больше, чем вы. Но я купил вас за свои кровные, в отличие от вас. Поэтому я считаю... И получается, что вам потом не вернули денег? Не вернули денег, и я обратился нормально. Он сказал, ты много на себя взял с вопросом о памятнике, о котором мы доказали, что памятник он уничтожил. Ему это не понравилось. Соответственно, впоследствии он организовал покушение на меня. Все это знают. Хасан Гарунович тоже в курсе, потому что... А вы не обращались правоохранительные органы? Ну, конечно, обращались. Мы правоохранительные органы. И на самом деле, как они не пытались здесь замять, все суды, которые были... Они в отместку подавали на меня один раз суд, второй раз суд, третий раз суд. Я знаю, что тот же Хасан потерпает от этих всех напасти вот таких вот нелюдей. Он был в моей шкуре, и я понимаю его хорошо. Вот вам, пожалуйста, аналогичная ситуация. Все суды, сельсовет, все суды разгромно мне проиграл. Более того, у нас ведется видеофиксация в судах, можно посмотреть все эти видеозаписи, когда суди апелляционного суда, хозяйственного суда, везде говорили ему в лицо, что вы постоянно на протяжении всех заседаний меняете прямо диаметрально эти показания, и вы врете, чем самым вы проявляете неуважение в суду, вводя в суд ваману. Это ему говорили на всех. Когда он давал показания в суде, он подписывал присягу? Кто? Ну, кто-то, кто давал показания, вот даже кто же Селюк. Все свидетели и все, кто... Ну, мы все, приходя в суд и говоря, как ответчики, как истцы, как свидетели, мы все... Если это зависит, на чего вы не обратитесь... Куда обратитесь? Нашему государству сложно куда-то обращаться, потому такие цирки, как Селюк, и сегодня чувствуют себя без наказания. Вы же видите, как он себя ведет по-хамски? Вы видите, как он по-хамски? Он не хочет никого слушать то, что ему неудобно, он слушать не хочет. Более того, он приходил ко мне, вынесу тебя вперед ногами. Они же организовали покушение на меня в 2014 году. В чем покушение? Что, в чем покушение? На меня напали и хотели меня убить. Зато же 3-го числа апреля месяца мы выкопали памятник, который он говорит о том, что они перенесли, между прочим, воинам-сухолиманцам. Это то, что сегодня говорится, что там виртуальные... Да, воинам-сухолиманцам. Не виртуальному, хотя это тоже мы относимся с уважением к этим воинам, которые неизвестный матрос, неизвестный солдат. Это память всем нашим героям, всем, в каком бы конце страны они ни находились. Но в данном случае речь шла о воинах-сухолиманцах. И когда мы доказали, что он таки был замешан в уничтожении этого памятника, то 5-го апреля, то есть ровно на второй день, на меня было существенное покушение. Вас побили, стреляли? Нет, они хотели физически меня поломать и просто-напросто убить. Но у них это не получилось, потому что супруга моя оказалась рядом, спасибо ей, оказались рядом ребята, которые они были неподалеку, увидели, прибежали мне на помощь. Вот и все. А правоохранительные органы по всей семье на руках все, все, все полностью данные не могут до сих пор найти. Мы нашли, ребята из войсковой разведки уже нашли кто, где и когда. А правоохранительные органы не могут найти, авидиопольские. А авидиополь, да? Да, авидиополь. Конечно, авидиополь. Конечно, авидиополь. И все ходят, смеются. И дело открыто и ничего не было? Дело они один раз закрыли, мы написали, вынудили их, ну не вынудили их, обязала прокуратура открыть повторно, и повторно они тянут эту с 14-го года сегодня 17-го. А кто следователь? Ну, был ткач Юрий Васильевич, но дело в том, что они быстренько увольняются все, потому что там пахнет жареным. Понимаете? В авидиополе там суды, насколько коррумпированы, ввели те дела, которые велись по искам сельского совета первоначально в авидиопольском районном суде, разваливались, потому что впоследствии оказалось, что либо суд не имел права принимать, потому что это за пределами его юрисдикции, вот, к примеру, суд первый раз, когда они подали на нас, 13 месяцев услышалось дело, 13 месяцев услышалось дело. Ни разу судья Кириченко не был в галстуке, с нагрудным знаком в манте и ни разу дело не слушалось в зале заседания, а в его кабинете, ни разу, что является грубейшим нарушением. И любое решение, которое бы он вынес, оно бы являлось нелегитимным. Пока не подключилась общественность, и юристы не сказали, правозащитники, сказали, вы что, тут вообще попутали берега? Какой авидиопольский суд, если это дело юрисдикции хозяйственного суда, что здесь спор с субъектами господоровичей идеальности? Хозяйственной деятельности. Вот и все. Качкин Юрий Вячеславович. А где вы живете с упомниванием? Нет, я проживаю в городе Одесса. А здесь у вас просто торговый объект находится? Здесь у меня, я собственник здесь недвижимости, здесь у меня торговый объект находится. То есть многие, кто утверждают, что ты не являешься якобы представителем громады. Ну дабы людям было известно, что я как владелец недвижимости в Сухом Лимане. Ну да, я не зарегистрирован здесь, но я являюсь собственником недвижимости и ни одного объекта. Посему я являюсь, так или иначе, тоже имею право на какие-то мысли вслух. Спасибо вам за комментарии. Пожалуйста, пожалуйста. Да, давайте продолжим, потому что... Баруслов скажу. Вот. После того, когда... Кого? Ушли, были побегали. Ну без секунды. Это вот. После того, когда мы этот памятник вскрыли, вот. И я дал интервью по академии. И после того, мы выкопали памятник, нашли. Старюк обманывал милицию, прокуратуру, всех обманывал, что он ее перенес, демонтировал памятник, все. А когда мы за этим памятником следили, чтобы не выкопали, мы знали, где он закопанный был. Он его, памятник разбили, закопали и все. Мы ее раскопали, нашли и все. И после этого, на следующий день, тут же, Старюк собрал воистец Совета банду свою. Ну, за себя, чтобы за его... Ну, помогали ему. И этот человек, который был организатором на меня, как будто я сделал заказное убийство. Он сейчас будет в суде дослушанный будет. Вот. И через него заказали Юру Кашкина. Два человека он нанял. Подъехали до базара наверху. И вызвали его по телефону. И два человека, один выше ростом, один ниже. И побили его так, забили нос, все полностью забито. Кровь текла очень сильно. Потому что я прибежал через минут 10-15. Он сидел. Вызвали скорую помощь. Скорую помощь приехала. И забрали его в больницу. Он пролежал, не знаю, на 2-3 недели пролежал в больнице. Потому что у него есть снимки, все это вот. И как он побитый был. И вызвали мы в милицию. Милиция приехала аж к вечеру. Четыре человека. Номер машины знали. Все знали. Где машина все. И до сих пор два года прошло. Никакое следствие не делается. Так само по мне. Он должен был заказать меня, чтобы меня побили. Но это мало было. Чтобы меня побили. И еще Сережа Рыбрия тоже. Он участвовал в этом деле. Должен был побитый. Ему отравили вставковую рыбу полностью. Лошадь отравили ему там все. Наташа Лилашина, которая была депутатом. Отравили тоже две собаки. То же самое. Через два дня. Все это простая история. Вот. И он меня заказал из этого человека. Этот человек. Я сейчас в суде буду допрашивать его. Вы когда будете. Вот. И мы вам все ее спросим. Кто он такой. И где он. Вот он жил напротив сельсовета здесь раньше. Это моей племянницы мужа. Бывший отчим. Как жена умерла. Он перебрался в Пралиманск. Все. Мы знаем где еще живет. Все. Это он организовал через Сталюка. Сталюк дал ему. Понятно сейчас. Вот. И я могу не комментировать. Потому что вот на сессии прошлого октября месяца. Видел земельный участок. На его сожительницу. В Пралиманском. Он расчитался в Сталюк. За эти деяния. Но мы сейчас можем доказать. Мы через суд. Все докажем потом. Вот. И просто. Чтобы фамилию мы узнали. Где живет она. И что до чего. И он меня заказал. И это сейчас. Я меня там. СБУшников. Понятно что. И это. Как его звать. Забывай как звать. Самого главного. И. Который. Должен был убить его. Как его. Киллера. То же самое. Он где-то привез. Ко мне его. Ну потом. Я говорю. В суде. Я все. После суда. Хорошо. Хорошо. Спасибо. А то же Сталюк заказывал. Его. Меня. Всех. Это понятно. Мы ему. Просто вы не в курсе. Делали. Мы оставаемся. Пока. Мы основываемся. На обвинении. Которые. Правильно. Я ничего не говорю. Пусть. Если я был виноватый. Пусть меня посадят в тюрьму. Куда хотят. Я. Сидел в СИЗО. Я. Сидел. Четыре месяца. В СИЗО сидел. Никто ко мне не едет. До сих пор. Я говорю. Гот. Как ты вот. Сейчас я вышел под залог. Получается. Сын заплатил. Ты мне залог. Вот. Уже я с апреля месяца. Вот. По залогу. Сейчас начали суды. И вот. С тех пор ко мне. Ни разу. Ни следователь не спросили. Никто не подъехал ко мне. Кто я такой вообще. Потому что передали. В суд. Меня закрыли. И все. И. Сылюк. Правильно. Если у них не будет достаточно обвинений. То будут ее отопрадать. Вот. Ком-то ел. Сейчас. Кашу нельзя возвращать на доследование. Если уже начали рассматривать. Потому что. Оплатят. Не. Немножко маленькая ошибка. Тут работа Сылюка заключалась в том. Чтобы не посадить Белевца на там какой-то срок там. А. Он был депутатом. Являлся на тот момент депутатом. И очень много копал материалов на него. И писал в прокуратуру в Одессу. В прокуратуру в Киев. Ну. И. Везде ему это не нравилось. Поэтому он решил просто его убрать. И убрал его. И убрал его на то время. На вот которое. Чтобы можно было сейчас принимать все решения. Без него. У нас судья будет жить. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok